Друзья, очередная запись. Сегодня, кажется, 12 марта. Сегодня еще минус, но уже обещают лесовую температуру. И мы с вами участвуем, я участвую в том, что называется омоложение сада, ремонт сада. Вот, по-разному. Я буду ходить от дерева в дерево и рассказывать вам эти самые секреты. Вот, вы будете вместе со мной от жалости, у вас будут закипать слезы на глазах. И вы будете понимать, что маточный сад, это проклятие деревьев. Это жертвенные деревья. Толя, я пока буду снимать, ты не жужжи, ладно? Вот. Вот, вот, вот. Если бы подходить к этому делу без души, что бы я сделал? У меня подрастает молодняк. Это потомки. Я их назвал сыновья манжурского абрикоса. Еще раз подойдем к нему. Я много лет ждал, когда приедут ученые, замерят, сфотографируют. Возьмут с него, ну, эти самые, урожай 2022, с него 40 ведер абрикосов. Ну, фотографии были, фильмы были. Это чтобы вы не это самое, они думали, вот, загибает. Вот. Изучили его технологию посадки. Видите, почему он прожил 40 лет? На 40-м году и в свой юбилей он дал 40 ведер. Видите? Все это изучили. И самое главное, конечно, я его не буду выпиливать. Да, он занимает огромную площадь. Вот здесь растут его потомки. Тоже не нужны науке. Смотрите. Вот. Это прям падали косточки и тут же прорастали. Выйтик остались там где-то, а вон и привитый. Сергей пробовал их прививать. Вот. Это первое поколение, они тяжело прививаются. Это уже на их потомках уже хорошо и пошли. Культурные. Видите? Но мы не будем сейчас подробно. Сама идея. Итак. Перед вами патриарх. И вот. На нем должна висеть табличка. Значит. Охраняется законами Российской Федерации. Охраняется ЮНЕСКО. Охраняется особая комиссия Организации Великой Нации. Вот. Выпускается новый закон. По нему. Или... Или Министерству сельского хозяйства. Или... Президиуму Академии Наук. Или Министерству высшего и среднего... Нет. Науки и высшего образования. Поручается по новому закону обнаружить в России все вот такие деревья и взять под особую охрану. Мы любовно охраняем разваренные, никому не нужные. Где живут только летучие мыши вверху и крыши в подвалах. Вот. А вот это. Мы охраняем тигров, которые жрут людей. От которых уже нет этого самого. Уже спасения от них нету. Вот. Вот. А деревья этих никто не спасает от людей. Вот. Это я. Это мой... Один из моих как бы... Это дерево патриархи. Я ему присылал мужской род. Но он... Это же и мужская женщина. Она же еще и плоды дает. Вот. И это дерево. Еще одно покажу. Которое тоже дало 40 ведер. Эти я не буду пилить никогда. Вот. Вот единственное на всей Сибири, если не считать ее потомков прямых. Манитоба 604 из Канады. Разве ее спилишь? Нет. Я даже не делаю обрезку омолаживающую. Почему? А боюсь. А боюсь. Просто боюсь. Все-таки Канада, она чуть-чуть послабже наших. Вон, видите? Смотрите. К чему приводят обрезки. Видите? Смотрите. Вот. Она послабже наших. Но уже в Сибири прижилась. У меня целая банка трехлитровых косточек. Так и стоит. Никто не покупает эти косточки. Вот. Черенки я с нее не беру. Смотрите. На ней нет ни одного черенка. Видите? Ни одного. То есть, она уже достаточно старая для как быть, 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 быть маточным деревом. Вот. Она становится как бы раритетом. Вот. Или все-таки мне сделать омолаживающую обрезку. И тогда, получается, польза-то от нее ноль. Польза-то от нее ноль. Е-мое. Что же делать? Только сейчас сказал, что жалко. Нет. Я сделаю маточную обрезку. Она выбросит ветки. Я выращу молодежь. Но эта молодежь должна быть уже в виде веток в ваши сады переехать. Почему? Некуда. Сейчас вы столкнетесь с трагической стороной. Что еще деревья, которым 25-30 лет, могли бы жить и жить, и еще давать. Они в среднем дают у меня от 10 до 30 ветер. Так. Вот. Они могли бы жить, жить и жить. Вот. Но. Посмотрите сюда. Здесь росла сын манджурского абрикоса. Может быть, помните старые фотографии? Раз. Здесь росла груша лада. Вот. Два. Сейчас здесь, на этом пустыре, будет посажено два саженца. Посмотрите сюда. Видите эту поляну? Приготовлена к посадкам. Все отсюда убрано. Это еще те деревья, которые я садил. Совсем юный был садовод. Вот. Эти не жалко. Которые отсюда ушли. Они были, названными, беспородными. А у меня даже манджурский абрикос есть. Это порода. Вот. Они все гибридные, подчеркиваю. Вот. Жду первый урожай вот от такого дерева. Это абрикос. На нем было несколько прививок. И все неудачные. Но почему он стал вот такого цвета? Вот смотрите, как туалет. Смотрите внимательно. Почему он такого цвета? Одна ветка. Вторая другого цвета. Третья. Третьего цвета. И куча цветочек-посек. И я жду урожая, чтобы понять. А что ж я тут натворил? Напревал на свою голову. Теперь оно, хотя бы пока вижу, цвет поменял. Вот. Ну а теперь главное. Вот. А малышая обрезка выглядит вот так. Вот здесь я вам рассказывал про фаину. А точнее, даже не про клоун фаины. А про химеру фаины. Сейчас я это уберу. Уберу, уберу, уберу. Сустряла ветка. Сустряла ветка. Вот так. Вот. И вот еще одна. Ладно, не буду терять время на это. Вот еще одна. Но это просто шел Анатолий, мой друг. Он же персональный лесоруб. И пилил, как я говорил. Пилил, оставляю вот такие вот. Это для того, чтобы это особое дерево, еще раз говорю. Вот. Фаина погибла. А ветка, которая вылезла ниже прививки, вон она. Я уже показывал ее. Она дала плоды 40-граммовые, абсолютно вкусные. И получается, что это вегетативный гибрид. А так как меня пинали, пинали, что вы растите химеры. Я говорю, я ращу химеры. Ладно, уговорили. Вот. Как в том мультфильме. Ладно, я буду вашим королем. Вот. Так и я. Итак, химеры. Эти торцы будут обмазаны, замазаны. И, скорее всего, густой зеленой маслой краской. Вот. И это дерево выбросит много побегов, которые, ну, потом опять отрежу, потому что они никому не нужны. По крайней мере, науке не нужны. Ну, и некоторое количество моих учеников, которые скажут, ну, веточку, ладно, пришлите. Ну, а дальше идем дальше. Значит, тут два пути. Полная очистка. Вон еще одна поляна, вот я туда показываю. Там было огромное дерево серафима. Я его спилил. Не нужны ни плоды. Она дала 30 ведер. Вот. Не нужны ни плоды. И у нее как раз от урожая упала самая огромная ветка. Зазияла страшная рана. Я сказал, то ли, пили у земли. Вот. Вон. Сейчас я покажу, что от нее осталось. От того серафима. Вон, видите. Вот то, которое на дрова пойдет. А все, что помельче, было вывезено. Это было раньше. Теперь мы с вами занимаемся. Перед вами дерево, которым делается обрезка на омоложение. То есть, из-за него страшно было подходить. Здесь первое, мой первое дерево, аврикос, академик. Вот. Первые два плода. Приезжало телевидение. На других деревьях плодов было много. А здесь я просто вижу. А, вон, видите, два плода. Ну, подумаешь, 80 грамм. Но я еще пообещал, что это дерево умрет. Было это 20 лет назад. Я пообещал, что это дерево умрет, потому что в нем была сухая ветка. Кто видел первые фильмы, помнит. А она взяла и не померла. Она с тех пор дала десятки ведер, отборных 80-граммовых плодов. Иногда доходили до 100 грамм. А те два плода, фотография, пошла путешествовать по интернету. Из десятки, ну, наверное, от полсотни до ста мошеннических сайтов, перекупщиков, присвоили ее, эту фотографию, теперь ее два плода. Так что, получается, от вреда, от этого дерева больше, чем пользы. Ну, и так, вы видите, малайшую обрезку. Вот такие ветки отрезали. Вот. Она была довольно щадящая. Почему? Надо, чтобы она выбросила еще вот такие вот веточки. Теперь смотрите, что будет дальше. Видите? Видите вот эту ветку? Вот здесь я ее отрежу. Вот здесь. И продам вам одна. Смотрите. Вторая, третья, четвертая, пятая. Вот. Причем, вот смотрите. Пятая, шестая, седьмая. С этой ветки. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Ну, вот один штук. Ну, и да, все. Еще одиннадцать штук прекрасных побегов. Академика я до них. Вот, вон они еще. Но, видите, я их не стал. Вон они. Под самым небом. Поэтому они и сохранились до весны. Зимой я боялся их резать. Почему? Потому что дерево страдает безмерно. Вот. Заканчивается, знаете, чем? Показать вам. Вот одно из деревьев выглядит вот так. Вот эти. Вы уже догадались. Смотрите сюда. К чему приводит обрезка. Начинается отсыхание, отсыхание. Болезнь переходит уже на штамп. Видели? Вот. Только не грешите на эти. Вы видите, грибы. Это трутовик. Не грешите на него. Он не виноват. Он жрет то, что ему положено. Мертвецин. Вот то же самое. Я это дерево использовал как маточное. С него срезано за все годы сотни веток. Калечил, 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 калечил. Видите? И докалечил. И теперь самое обидное что? Дело в том, что я вам еще покажу деревья полностью спиленные. Вот. А здесь еще вот он пока, друг Анатолий, половину отпилил. Ну, как предварительно. И говорит, думаю, отрезать или нет. Если я отрежу, посажу молодое дерево. Стоит ли его сохранять в таком виде, когда оно уже все избитое? Я еще не решил. Еще есть, знаете, чувство. Кроме разума надо отпиливать полностью. Оно свою роль сыграло. Оно меня кормило много лет. Но, наверное, придется ее целиком спилить. Нужно освобождать место под молодежь. Вот так вот. Вот это дерево особое. Я его спиливать не буду. Во-первых, оно покрепче. Во-вторых, я хотел вам показать пример оболажущей обрезки. Дело в том, что берут десятки тысяч рублей, обрезаем. Ну, вот представьте себе, вот это дерево я решил не трогать. Вот. Это, ой, видите, вон ветка уже рушится. Это вот урожай рушилось. Вот оно относительно молодое. Его где-то лет 10-15. Оно дает такие урожаи, что за этими абрикосами дерево не видно. Так. Но оно молодое. Видите? И что интересно? Интересно то, что близко два дерева друг к другу. Ну, что мне делать? Я опять стою возле этого и думаю, я еще не дал команду убирать. Вот. А вот то, это моя головная боль. Кто-то, вот если пять человек взять, все пять будут думать по-разному, да? Вот посмотрите. Вот это вот обрезка на омоложение. Видите? Вот так. А там, сейчас мы подойдем поближе, там горит костер, там все это сжигается. Вот. Я вам покажу деревья, которые полностью будут уничтожены. Вот такие дела. Пойдем понемножку. Пойдем понемножку. Да. Чуть не прошел мимо вишни. Вишня это сибирская штамбовая. И это мое самопровозрушенное название, потому что никто не знает, как их называть. Обратите внимание, как она обрезана. Вот два штамба, видите? Почему? А пусть обрастает снизу. Посмотрите на то, что я отрезал. Со стремянки невозможно достать плоды. Или убирать, или вот так вот сделать. Сейчас обрастет боковой веткой. Это называется обрезка на снижение кроны. Посмотрели? Идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Так, вот это полностью спилено. Это абрикос беспородный. Я его добыл в другом месте, а потом понял. Против моих, даже манжурских, он ничего не стоит. Вот. Здесь много беспородных. А для меня даже мой манжурец-патриарх считает, что это как чемпион среди беспородных. И он уже давно стал гибридным. Его потомки стали гибридными. Так. Ну что, братцы? А что, покрышку не стали жечь? Тише, тише. Берегли. Объем маленький берегли. Берегли. На большой объем. Без ветра плохо горит. Мы еще разгорались. Они еще видят, они еще сыроваты. Да ничего себе, мы их вначале, мы их вместе или два назад пилили. Ну а что это много? Это года три бы они полежали, высохли бы. А хули они сейчас? Тише, тише, тише. Так, Толя, я пришел на твою работу посмотреть. Ну так что, там ломаные ветки вот остались. Их надо. Эти я спилил. Не успел, как эту ветку у меня цепь. Не могу решиться. Вот я их те спилить. Я их называл близнецами. А, не решился? Не могу решиться. Так, вот это вот полностью спиленое, видите? Даже молодые деревья вот такие вот. Чуть что не то, сразу под пилу. Вот такие дела. Так, что же нам делать? Сейчас я вот что спилил. Сейчас вот это покажу. Вот это сейчас спилишь. Я вначале покажу. Это редчайший случай. У нас под урожаем, отваливались. Вот это вот смотри, пока не забыл. Вот это надо спиливать или нет? Сейчас посмотрим. А, так ты уже начал, да? Пили, вот здесь. Нет, я вот эти подпилил, как ты мне говоришь. Так же, так же, на вытянутую руку. Пили. А тут у меня все спало, я думаю. Продолжение следует...